Всем привет друзья. Сначала скажу, что для других языков включите субтитры. Я буду переводить на разные языки Я сегодня буду показать вам установку стабильную версию XCentry 2020-06 Pastru для Openport и для других А XCentry 2020-06 OpenShell для C4, C5, C6 я уже опубликовал. Ссылку оставлю в описании Почему я решил показать вам установку именно 22 версию, потому что многие просят XCentry 2022 И я нашел стабильную версию, протестировал и все идеально хорошо работает Также то, что мы раньше все это сделали руками, вручную, сейчас есть патч FullFix XCentry 2020-06 Запустив этот патч, решается почти все проблемы на один клик. Это крутой патч, который работает на 2020-06 Удаляет окно логина XDOS. Исправляет ошибку лицензь 0DiveFix. Активирует DAS Tadlon и симулятор. Исправляет DAS Logstore. Исправляет утерянные картинки из XCentry. Исправляет ошибку Blacklist DAS. Исправляет и защищает Blacklist XCentry. Утилиты для настройки LAN и беспроводной для SD Connect XCentry. Я сегодня буду устанавливать XCentry 2020-06 через OpenPort Значит, скачиваете вот эту папку. Напишите в комментариях, кто спонсор. Напишите и я вам отправлю. Скачиваете вот этот архив. Для начала нужно приблизительно 80 ГБ места свободного на диске C. Я лично устанавливаю на Windows 10 64 bit. Для начала заходим в панель управления. Учетные записи пользователей. Изменить параметры контроля учетной записи. Ползунок самый вниз. ОК. Да. Отключаем. Открываем папку, которую вы скачали. Вот эту папку. Правый клик. Запуск от имени администратора. Здесь вот какие разные языки есть. Английский, болгарский, венгерский. Нажимаем ОК. Нажимаем Установить. Желательно, чтобы вы установили на чистую, т.е. не обновили старые XCentry 2021. Желательно, чтобы вы удалили все с нуля и поставили именно 2022-06. Нажимаем Далее. Я клиент из США, Канады. Далее. Принимаю. Далее. Обязательно установите на диск C. Далее. Далее. Установить. Нажимаем ОК. И перезагружаем компьютер. Драйвер опен порт. Если у вас не установлено или какое-то устройство. ВАЗ, VXDiAC, VCI и т.д. У меня установлено драйвер опен порт. Я не буду устанавливать. Также копируем эмулятор зажигания на рабочий стол. После установки драйвера опен порт. Запускаем XCentry. Выбираем опен порт. У меня и VXDiAC установлено. Выбираем опен порт. ОК. Как вы видите, все работает. Окно Daimler нет. Также все недостающие картинки есть. Вот. А, B класс. C класс. E класс. Jeep. S класс. Спортивные. Грузопассажирские. Спортивные. Специальные процессы. Чтобы выйти из программы, вы не можете завершить работу. Вот. Ничего не происходит. Также вот отсюда не сможете. Для этого есть значок на экране. Вот. Diagnosis Stop. Нажимаете. И XCentry автоматически закрывается. Вот. Все. Закрылся. Значит все. Друзья. Мы установили. Здесь есть XCentry для грузовиков. Через OpenPort. Вот. Вот. Mercedes-Benz. Грузовой. Вот. Автобусы. Специальный процесс. Промышленные агрегаты. Также. Нажимаем Diagnosis Stop. Программа FullFix. Прямо на экран добавляет для запуска значки DAS на разных языках. Китайский. Чешский. Немецкий. Английский. Русский. И так далее. То есть прямо с экрана вы можете запустить DAS на любом вашем языке. Например. Итальянский. Вот. Итальянский. Аддоны устанавливаются долго. Насколько помню 2 часа и больше. На этом всё, друзья. Если вам нужна версия 2106, напишите в комментариях. Либо эта версия. Если вы спонсор, напишите в комментариях. Я отправлю вам. Если вы не спонсор, также напишите в комментариях. Я скажу условия. Есть много видео на канале. И учиться кодированию очень просто. С моим видео. Поддержите канал. Всем спасибо. И удачи на дорогах.